Северный флот 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 29 июля 1942 года Был учрежден орден Александра Невского За годы войны Им были награждены 42 165 командиров Проявивших в боях за родину Личную отвагу Мужество И храбрость 208 из них Уроженцы Мордовии Гадышев Николай Михайлович Капитан Командир стрелковой роты 75-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 1921 года рождения Уроженец Ордатовского района Капитан Гадышев Получил задание от командования 27 января 1945 года Выбрав удачный момент Умелым маневром своей роты Стремительно ворвался В город Костянец И дружным огнем Со всех видов стрелкового оружия Очистил город от противника Уничтожив при этом 45 немецких солдат Такой же стремительной атакой 31 января 45-го года В деревне Ренчен Уничтожено 39 И захвачено в плен До 50 немецких солдат И офицеров Захвачена пушка И миномет противника За инициативу Смелость и стремительность При выполнении боевой задачи Товарищ Гадышев Достоин ордена Александра Невского Исаев Александр Иванович Год рождения 1904-й Села Монадыша Ордатовского района Мордовской АССР Был призван на воинскую службу В 1942 году В Смоленской области Был командиром отряда Готовил солдат для воинской службы Погиб в 1943 году В Смоленске Я горжусь своим прапрадедом Когда началась Великая Отечественная война Деревянкин Егор Ефремович Служил на Ленинградском фронте В 134-м гвардейском стрелковом полку 45-й гвардейской стрелковой дивизии Дивизия участвовала В обороне Ленинграда 26 июля 1943 года Под Синявино Получил сквозное пулевое ранение Правой половины грудной клетки 9 месяцев пролежал в госпитале В блокадном Ленинграде После госпиталя вернулся в строй И воевал в составе 2-го краснозаменного полка 124-й стрелковой дивизии Сначала Ленинградского фронта А затем 3-го Белорусского фронта Под командованием маршала СССР Василевского 10 ноября 1944 года Получил множественные осколочные ранения тела Опять лечился в госпиталях И снова вернулся в строй Боевой путь закончил в Кёнигсберге Награжден Орденом Славы Третьей Степени Медалью за оборону Ленинграда Орденом Красной Звезды Когда Егора тяжело ранили Он более полугода лежал в госпитале в Ленинграде Был лежачим Сам передвигаться какое-то время не мог Ленинград постоянно бомбили немцы И как только раздавался сигнал воздушной тревоги Раненые, которые были ходячие Сами спускались в подвал госпиталя в бомбоубежище А лежачих должны были носить санитары на носилках И вот в очередной раз при сигнале воздушной тревоги Прадеда Егора погрузили на носилки и понесли Но вокруг была паника, давка, разрывы бомб и так далее И санитары бросили его на площадке лестницы А сами убежали прятаться Лежит дед Егор, с жизнью прощается А вокруг таких брошенных бедолаг еще сколько-то лежат И вдруг в этом адском аду Один из раненых начинает звать нашего деда по имени Оказалось, это муж тети Лены По имени Йоргий Иванович Французов Он тоже был из Нижнего Качаева А не вдвоем, забыв про бомбежку и творящийся вокруг ужас Давай расспрашивать друг друга о том, где воюет Кто когда из дома письма получал и так далее Бомбежка пролетела как один миг Мой прадед Моторкин Николай Алексеевич Его боевой путь начинается с июля 1941 года В составе 117-й стрелковой дивизии Западного фронта в Белоруссии То есть практически с начала войны Окончательно Николай Алексеевич вернулся домой в село Урусово Ордатовского района только в июне 1946 года За участие в боевых действий мой прадед награжден наградами За освобождение Варшавы, за взятие Берлина, медаль за отвагу За победу над Германией в Великой Отечественной войне И пусть у моего прадеда нет живых, но в моем сердце он останется навечно Субтитры создавал DimaTorzok